Активная подготовка к Восточному экономическому форуму началась во Владивостоке. Постпредство Якутии готовится презентовать свой павильон на улице Дальнего Востока. В Нюрбинском районе борются со злостными нарушителями правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД усиливают профилактическую работу и патрулирование на дорогах. Крылатые песни сына оперы, так называется поющий сборник, презентованный сегодня в Музее музыки и фольклора народов Якутии, кому посвящено издание. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера продолжает действовать в Вилюйском, Верхоянском, Верхневилюйском, Горном, Кобейском, Сунтарском и Олюквинском районах. За прошедшие сутки обнаружено 5 лесных и 4 ландшафтных пожара. На общей площади около 4000 гектаров ликвидировано 8 лесных пожаров. На начало суток на территории республики действует более 60 лесных пожаров. Тушит огонь 1680 человек и 166 единиц техники. На начало суток 8 августа на территории республики действует 66 лесных пожаров, в том числе 4 ландшафтных природных пожара на территории 14 муниципальных образований. А именно это Абыский, Верхневилюйский, Верхоянский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Ленский, Мирненский, Нюрбинский, Олюквинский, Сунтарский и Устьянский. На территории субъекта продолжают действовать режимы чрезвычайной ситуации в лесах федерального и регионального характера. На КЧС отметили сложную пожарную обстановку в Верхневилюйском и Олюквинском районах. За прошедшие сутки фиксируют значительный прирост площади пожаров. В настоящий момент решают вопросы по увеличению группировки и привлечены основные силы огнеборцев. Это порядка 400 человек в каждом районе. В настоящее время ожидаем дополнительное прибытие порядка 55 ПДПС из соседних субъектов, это Самурской области и Хабарского края, для помощи в тушении лесных пожаров, которые будут как раз распределены по прибытию либо в Верхневилюйский район, либо в Ленский, в котором отмечаем, что горимость поднимается, термоточки в районе, количество термоточек увеличивается. И, соответственно, в настоящее время наша задача их осмотреть и среагировать на эти очаги. Начался в Алаиховском районе республики. Сегодня запуска объектов теплоснабжения ГУБ ЖКХ Якутии. Так, котельные по графику подали тепло в соцобъекты и дома местных жителей. Отмечается, что район традиционно вступает в отопительный сезон первым в регионе. В остальных частях республики ремонтная кампания идет по плану. Заменили 70 котлов, 80 единиц оборудования, отремонтировали свыше 25 километров инженерных сетей. Таким образом, общее исполнение плана по ремонту 70%. Активная подготовка к Восточному экономическому форуму началась во Владивостоке. Постпредство Якутии по Дальнему Востоку готовится презентовать свой павильон на улице Дальнего Востока. Мероприятие пройдет на набережной кампуса ДВФУ в начале сентября. Основные цели – участие в выставке, презентация приоритетных инвестиционных проектов республики, туристического потенциала, поддержка патриотического духа и презентация якутского кинематографа. На сегодня разработана техническая документация павильона, изготовлены макеты, элементы декора, получен паспорт объекта и установлены строительные ограждения. Сегодня прошел обход павильонов субъекта Дальнего Востока на подготовке к фестивалю Дальнего Востока, к Восточному экономическому форуму, который стартует в начале сентября. Денис Викторович Андреев, заместитель полпреда президента России на Дальнем Востоке, ознакомился с нашим павильоном, с ходом работ, с графиком. На сегодняшний день работы ведутся по плану. 28 августа мы планируем закончить и готовность будет стопроцентной к открытию этого фестиваля. Проектная команда программы «Муравьев-Амурский-2030» предложила варианты продвижения разных отраслей и направлений Якутии. На встрече присутствовали замминистр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков и зампред правительства республики Джулустан Борисов. Одним из предложений стали развитие туризма, недропользования, ювелирного отдела, а также дальнейшая цифровизация. Напомним, на данный момент республика является лидером в области IT на Дальнем Востоке. Мы обсуждали, на чем команда должна сфокусироваться, что мы планируем продвигать. Говорили о цифровизации республики, говорили о том, что Якутия может быть одним из центров как науки холода, так и экономики холода. Говорили о том, что в Якутии есть уникальное сельское хозяйство, якутские лошади. О том, что в Якутии добываются бриллианты. Говорили о том, что они живые по сравнению с теми искусственными бриллиантами, которые сегодня также выходят на рынок. То есть совместно с командой, совместно с руководством республики искали уникальные артефакты, уникальные факты, уникальные продукты республики, которые можно было бы предлагать всему миру. Проблемы и перспективы развития Якутской Арктики обсудили на округлом столе под руководством Александра Акимова, специального представителя главы республики по Арктике. Главы УЛОСов говорили об основных направлениях и приоритетах дальнейшей работы. Рассмотрели вопросы возведения соцобъектов и жилья, сохранения традиционного уклада жизни северян, их культуры и традиции, развития здравоохранения, образования и другие направления. Руководители арктических УЛОСов внесли предложения по решению проблемных вопросов, в том числе привлечению кадров для северных территорий. Как вы знаете, сегодня огромное внимание государством, президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным и главой республики Саха-Якутия Асен Сергеевичем Николаевым уделяется развитию именно нашей Арктики. Сегодня мы будем обсуждать, какие необходимо принять нормативные правовые акты, связанные с введением в действие федерального закона о северном завозе. Сегодня обеспечение наших арктических районов – это одна из важных задач. Сегодня наше министерство по развитию Арктики и делам народов севера в республике Саха-Якутия реализует проект по строительству торгово-логистических центров в арктических районах. А в Нюрбинском районе борются со злостными нарушителями правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД усиливают профилактическую работу и патрулирование на дорогах. Подробности в следующем материале. Безопасность дорожного движения – это огромный комплекс мероприятий, который в итоге обеспечивает безопасность всех сотрудников дорожного движения. А мы с вами все без исключения имеем прямое отношение к категории участник дорожного движения. Как водители транспортных средств, как пассажиры транспортных средств и, наконец, как пешеходы. В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей и подростков – одна из главных. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Поэтому сотрудники ГИБДД систематически взаимодействуют с образовательными учреждениями района. Проводят тематические уроки, лекции и беседы. На каждый месяц проводим профилактические беседы с образовательными учреждениями в селях профилактики детского травматизма, чтобы не допускали дорожные транспортные происшествия с несовершеннолетними. По оперативно-профилактическим мероприятиям также раздаем листовки, памятки, проводим профилактические беседы. По данным за пять месяцев, 2024 года в Нюрбинском районе зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранено пять человек и один участник ДТП погиб. По сравнению с 2023 годом количество ДТП выросло на более чем 55%. Основные направления у нас влечены именно строгие правонарушения. Это так, как не имеющие права управления транспортным средством, состояние кугольного опьянения, а также по встречной полосе езды. Но основные работы госавтоинспекции именно направлены на профилактику дорожного движения. Для достижения снижения этих показателей усиливается патрулирование на дорогах, увеличивается объем проводимых профилактических работ. Ведь безопасность каждого участника дорожного движения – это главное в работе сотрудников госавтоинспекции. Идем далее. Третья республиканская спартакиада пенсионеров соберет порядка 130 человек. Участие в соревнованиях подтвердили представители 19 районов и сборной Якутска. В этом году мероприятие приурочено к празднованию столетия со дня рождения известного спортсмена Николая Тарского. Участники соревнований – мужчины и женщины старше 55 лет, которые по-настоящему любят спорт. Им предстоит выявить сильнейших в девяти дисциплинах – от легкой атлетики и плавания до пулевой стрельбы и нормативов ГТО. По итогам соревнований будет сформирована сборная команды республики, которая выступит на всероссийском этапе спартакиады в городе Кемерово. Отрадно, что с каждым годом наши пенсионеры занимаются спортом и физкультурой. Вот «Спартакяда пенсионеров» проводит Союз пенсионеров России и Министерство физической культуры и спорта России. В этом году будет девятая «Спартакяда российская», а мы проводим вот последние четыре года. Во всех селах и деревнях люди занимаются спортом и сегодня принимает участие 21 команда. Это с каждым годом больше и больше становится. При Амгинской станции юных натуралистов во время летних каникул действует лагерь юнатов, где школьники изучают природу родного края, ведут научно-исследовательскую работу, занимаются сельским хозяйством. Амгинская станция юных натуралистов действует с 1992 года. Этим летом трудовой лагерь работал в три сезона и хватил 90 школьников. Станция ведет работу по трем направлениям – овощеводство, цветоводство и экология. По итогам летних работ ребята пишут проекты и успешно участвуют в различных конференциях. В эти дни на базе станции организованы Дни открытых дверей. Уже начали работать по ШБИ, это школьный бизнес-инкубатор. И у нас там 15 проектов, которые реализуются уже с прошлого года. Уже наши учащиеся участвовали в разных конкурсах и занимали призовые места. Каждый год мы обновляем наши фотозоны. И буквально с завтрашнего дня у нас начинается экскурсия для населения. У нас именно трудовой лагерь. Мы учим наших учащихся труду к работе. С каждым годом наши дети к нам все равно приходят. Крылатые песни сына оперы – так называется поющий сборник, презентованный сегодня в Музее музыки и фольклора народов Якутии. Он посвящен выдающемуся деятелю культуры, основателю государственного эстрадно-фольклорного ансамбля народов Севера Якутии Садже, заслуженному работнику культуры, почетному гражданину Нижноколымского района Эдуарду Прокопьевичу Клепечину. Сборник включает клавиры, тексты и архивные записи, исполняемые самим автором. В презентации приняли участие родные, друзья и коллеги Эдуарда Прокопьевича. Что из себя представляет поющий сборник? Это тексты, слова на языках носителей, на обынском, на юкогирском, на чкотском. Потом идет нота обязательно и QR-коды в исполнении самого автора или других певцов. И, конечно, библиография и воспоминания родных друзей, соратников. Нас поддержал сборник, вообще вышел при финансовой поддержке Ассоциации коренных молодчисленных народов Севера. И мы им очень благодарны. К текущему часу это все новости. В скором времени мы вернемся и подведем итоги дня. Оставайтесь с нами.